Поехали. Значит, про теорию игр. Про теорию игр, как бы, есть две части сегодняшнего доклада, видимо, будет. Одна спонтанная, потому что есть определенные идеи, как теоретико-игровые соображения изменяют, могут изменить прогноз эпидемии математический в соответствии со стандартной моделью CIR, CIR Model такая есть. Вот. И идеи эти абсолютно сырые, но почему бы не поделиться этими сырыми идеями с, значит, моими коллегами. Может быть, из этих сырых идей когда-нибудь получится какая-то более уточненная, аккуратная модель развития эпидемии. Вот. А может быть, эпидемии испугаются этого моделирования и сами куда-нибудь уйдут. Вот. Но это будет довольно такая трудная часть доклада, математизированная, скорее, вот для коллег из МШ. А для, значит, широких, широких, ну, специалистов широкого профиля, не экономистов, да, я так понимаю, что, Татьяна Владимировна, у вас, в общем, как бы экономистов не очень много, да? Ну, тогда, да, я был, как бы, у меня будет в основном нематематизированная сегодня лекция. То есть, ну, такой разговор будет не математизированный, но местами математика будет, конечно, вылезать все равно. Вот. Ну и давайте, значит, начнем вот с того, что теория игр вообще это, ну, способ мышления, это, да, вот в чат, да, можно вопросы вот сюда, вот я их вижу прекрасно. У меня вполне хватает зрения, чтобы здесь видеть шрифты, так что я их все здесь вот увижу на экране. Тут вот сейчас написано, коллеги, вопросы можно в чат писать или поднимать руку, будем давать слово между логическими блоками. Прекрасно, идеальный размер шрифта, больше не надо, потому что я и так вижу меньше, я не буду видеть, как бы, вот это вот то, что надо. Вот. То есть теория игр это образ мыслей. Вот, понимаете, вы в какой-то ситуации, если вы теоретико-игровик, вы начинаете всегда копать куда-то. Почему я с таким вот, с такой экспрессией сразу начал про эту эпидемию и все, что вокруг нее? Потому что я, как теоретико-игровик, всегда вижу чью-то волю, которая за кадром пытается изменить цели полагания, ну, широких масс людей или каких-то конкретных людей. Ну, там, конкретных людей такая обычная история, когда советники везили там каким-то царям, да, а правителям намерены тем или иным методом искажают картину, чтобы у правителя возникло немедленно желание сделать то-то или то-то. И вот это то, что будет сделано, будет на самом деле в интересах везилия, а не правителя. И в этом как бы очень, вот в этой картине, которую я сейчас описал, может быть, там 10% конфликтов мировых, которые вообще были, можно в них попытаться вот это вот, значит, их сюда засунуть. Но бывает в современном обществе еще один вид такого как бы манипулирования, это манипулирование огромным количеством людей. То есть не как бы не царями, да, а сейчас в период, когда формальный институт является демократией почти везде, вот это неправильное цели полагания с помощью заведомо искаженной картины, оно чипируется просто самим людям средствами массовой информации. То есть вот статья публикуется, в статье что-то такое написано, да, и теоретический игровик, он не обращает внимания на то, что написано, скажем, написано в Мурманске или где-нибудь еще, в каком-нибудь Урюпинске, где угодно, в каком угодно, хоть в Москве. Это совершенно не важно, где бы то ни было, да, произошло пять случаев, пять случаев там семейного насилия, да. И вот нормальный, ну обычный человек, он в этом случае вскативает и говорит, как плохо, надо скорее сделать закон против семейного насилия. И именно это и есть цель, да, этого сообщения, да, оно заказано тем, кто должен потом принять закон против семейного насилия. Он говорит, быстро соберите случай, вот, ну понятно, что в городе Москва, где 20 миллионов с окрестностями жителей, всегда будет каждый день огромное количество случаев семейного насилия. И если вы захотите их собрать и сделать про них репортаж, вы, безусловно, это сделаете. Продажных журналистов у нас, к сожалению, существует некоторый процент, будем так говорить аккуратно. Вот, и, ну и как бы за любой новостью теоретический игровик всегда видит ее заказчика или пытается угадать. Вот это вот способ работы с, как бы, с информационным потоком. Вы видите, из интернета на вас что-то падает, так, ну там более точный анализ вообще, вы смотрите, так, из какого источника, так, вспоминайте, какого рода предыдущие статьи в этом источнике, понимаете, кто заказал, пытаетесь угадать, зачем это сделано. Понятно, да? Вот она, это как бы анализ такой, это хирургия, хирургия помыслов. Теория игр это хирургия человеческих помыслов. Вы на основе фактов восстанавливаете помыслы людей и боретесь уже непосредственно с ними. Это очень мощное оружие, теория игр на самом деле. Вот, и понимание этого совершенно необходимо, если вы сами боец. Но это вводные слова. Теперь я привожу один пример, которого не существует, я его выдумал просто. Он относится к произведению, которое смотрел каждый из вас, я уверен, гостя из будущего. Но кто не смотрели, обязательно просмотрите. Я, значит, с детками смотрел там, ну, какие-то куски, по-моему, я смотрел еще вот тогда, когда мои старшие росли, 15, сколько там это было лет назад, да, много. А вот осознанно, вот внимательно смотрел этим летом, когда мы, значит, все сидели на даче, и мы со Светой Юрой вот смотрели это вот совсем недавно. Ну, это шикарный, конечно, шикарный фильм такой, сразу видно, что вот фильмы раньше были медленные и спокойные. То есть ситуация развивается как бы за минуту, делается то, что сейчас в этих вот голливудском формате там за несколько секунд пролетает. Вот, и там вот есть такая, там есть такие звездолеты, что ли, да, там флипнуть до космодрома, вот такие вещи. Ну, вот я придумал такую задачу, которая не имеет математически строгого решения, она типична для социальных проблем. Она выдумана, но она очень типична для социальных проблем. В них обычно нет математически строгой формулировки, тем более какого-то решения, которое можно взять, высчитать и применить. Вот это, так сказать, следующий важный посыл, который я хочу сделать. Теория игр не умеет разрешать социальные проблемы. Она обычно дает, вот, лучшее, что она может, это вот задать сценарии. Вот в этом сценарии такое равновесие, в этом сценарии такое равновесие, в этом сценарии такое равновесие, да. Вот оно, а какое из них сложится, мы типа не знаем, да. Но мы знаем, например, что вот это не равновесие, это мы можем объяснить и доказать. Так вот, перед нами 2084 год. Это год, ну, как бы, когда вот все это происходило, ну, в фильме. Фильм 1984 года про 2084. Есть такие, ну, звездолеты, они не совсем правильно, они летают там, допустим, над землей, но такие маленькие машинки летающие, в которых люди, как и в том фильме, передвигаются, ну, принцип каршеринга, да, то есть ты сел, проехал, оставил, ушел. И, ну, да, в рычаге управления, помните эту гонку, да, там эти крыс с этим весельчаком У гонятся за Алисой, да, вот. Или за этим парнем, за парнем гонятся вначале, за Колей. Ну, и вот, значит, рычаги ломаются, ремонт обходится в 200, допустим, нефтяных динар, чтобы придумать совсем не, это самое, не связанные с сегодняшними, вот, реалиями единицы. Это не очень большая сумма, но все же ощутимая. И вот дальше в этом мире будущего есть как бы условные три империи. Такая гирляндия, такая лимония и такая чемоданья, так, опять же, чтобы никого не обижать. Вот. И вот у них разные правила эксплуатации этих самых звездолетов. В стороне гирляндия поломка рычагов ненаказуема совсем, но следует сообщить о ней в ремонтное бюро. Ну, то есть ты сломал, звонишь, алло, сломан такой-то звездолет, да, спасибо, постарайтесь больше не ломать, до свидания. Приезжает ремонтная бригада, 200 динар берется из бюджета государства гирляндия, и жизнь продолжается. В чемодане гражданин обязан сообщить о поломке и заплатить. То есть он сообщает, и автоматом с его счета списывается 200 динар, он идет дальше, как бы, это самое, жить, но ему пришлось заплатить за ремонт. А в лимонии поломка рычагов, лимония это такая, как бы, в лимонии рычаги, значит, за поломку рычагов следует очень большой штраф. 2 тысячи, в 10 раз больше, чем стоимость. Вот, и это такая большая сумма. Ну вот, предлагается подумать, и вот я хочу сказать, что это такая типичная, сейчас будут типичные теоретико-игровые рассуждения, вот что в этом случае скажет теоретико-игровик. Теоретико-игровик скажет следующее, что там, где поломка рычагов ненаказуема, их переиспользуют, их слишком неаккуратно используют по сравнению с социальным оптимумом. Это вот такая, как бы, терминология, да, он сказал, что значит социальный оптимум, что такое вообще социальный оптимум? Социальный оптимум, чтобы они не ломались. Нет, это неправда, это не так. С точки зрения, ну, как бы, теоретико-игровика, в данном случае с точки зрения экономиста, который мыслит вот этими категориями теории игр, оптимально относиться к рычагам так, чтобы вот выгоду от быстрого перемещения, сэкономленное там время, сэкономленное за счет этого деньги, приравнять ожидаемой стоимости поломки. То есть слишком быстро ехать не надо, потому что иначе будет слишком часто ломать, а ты выиграешь совсем мало времени, но слишком медленно тоже не надо. Вот я как-то в Норвегии застопил бабушку в 80 лет, которая везла, ехала туда, куда-то в сторону гор, я хотел погулять вокруг Осло. Мне день был дорог, а тетенька ехала со скоростью 15 км в час, как бы говорят, что она боится ехать быстрее, чтобы ни в кого не врезаться, потому что у нее плохая реакция. Вот, ну как бы я, большое спасибо, что она меня подобрала, но я потерял, значит, где-то 40 минут на этом перемещении, а уже не было, неудобно было сказать, что типа, можно я выйду, я другую машину лучше голосну. Ну мне неудобно было, мне как бы, я был благодарен, что она меня взяла, ну в конце концов, ладно, бывает. Но идея в том, что бывает понятие слишком медленного движения, да, то есть вы настолько аккуратно относитесь, что вообще-то говоря, социально оптимально было бы и побыстрее, может быть, даже заплатив за часть ремонтов. Ну и вот, так сказать, в этом плане в чемодане, по идее, все устроено наиболее правильно, потому что все издержки, поломки перекладываются, собственно, на карман того, кто ломает, и он сам понимает это и принимает для себя правильное решение. Вот он знает, что 200 динар заплатит. Ну вот, соответственно, он едет с такой скоростью, с которой ему будет это оптимально и выгодно, с точки зрения издержек там. А в Лимоне это как бы вызывает дополнительные, как бы дополнительно отрицательные еще моменты, что, вот как сказать, раз государство такое плохое, что так жестоко карает нас за такую маленькую поломку, значит мы не будем выходить с ним в социальный такой, как бы, ну, мы ему не доверяем, да, мы не доверяем этим людям. Поэтому они, наверное, в свой карман эти 2800 динар оставшиеся берут, да, то есть появляется логика отсутствия договора, общественного договора. И в этой логике люди будут просто не сообщать, если это возможно, о таких поломках, сломал и побежал. Ну и там, наверное, будет полицейский контроль, камеры, все такое, то есть это такое, как бы, сразу выстраивается полицейское государство, где вверх давит вниз. Ну вот, так сказать, это такой, ну, видимо, это такой Китай, судя по, если сравнивать с сегодняшней ситуацией, там, Китай или Сингапур, что-то вот такое. Вот, но при этом в чемодане, например, тоже все будет работать хорошо, если граждане находятся в отношении вот этого социального договора, да, то есть если равновесие, доверие друг к другу есть между организаторами вот этого всего, да, то есть как бы правительством и гражданами. Потому что иначе, а что, я уйду с места, пусть 200 динар государства заплатят, да, то есть иначе эта логика может действовать и в чемодане тоже. В общем, здесь совершенно непонятно, как бы, в конце концов, кажется, что чемодане это оптимальный вариант, но это только по модулю того, что будет достигнут этот самый социальный договор, иными словами, будет достигнуто хорошее равновесие Нэша. Про равновесие Нэша чуть позже я объясню, что это такое. Вот, ну, собственно, дальше я это пропускаю, и вот определение. Меня спрашивают часто, что такое теория игр, что это такое. Я говорю, это тот случай, когда можно дать определение одной строкой. Редко бывает так, что какую-то науку, да, какую-то область знания можно определить, что такое алгебра, да. Вот попробуйте дать определение алгебры, будут разные, даже у математиков, там, и физиков, которые здесь присутствуют, будут разные определения алгебры. Теория игр — это совершенно конкретная вещь. Это анализ конфликтов на основе математических моделей. Точка. То есть, если вы анализируете конфликты с точки зрения психологии, вы занимаетесь примерно тем же, чем мы, но совершенно с другого угла зрения. И там, возможно, совершенно другие, как бы, откровения, какие-то другие, ну, другие открытия, да, про поведение людей, которых мы можем не знать совершенно. А мы пишем уравнение. Мы задаем человеку вот его способ принятия решения, причем мы задаем его весьма узко. Если не брать вот в расчет Канемана-Тверского и теории, связанные там с альтернативным подходом к оценке выигрышей и проигрышей, то почти все модели теории игр основаны на брутальной максимизации некой функции выигрыша. И все. То есть вы как бы говорите, что человек — это такая машинка максимизации. Вот теория игр начинается в этом месте. И если вы человека заменяете на эту машинку максимизации, то вам нужно просто определить его множество возможностей и посмотреть, куда эта машинка максимизации его вытолкнет, да, на какую опцию. Или на целый ряд опций, которые с точки зрения этого человека совершенно равнозначны и лучше всех остальных. Ну и дальше, соответственно, в равновесии получается, что люди своими действиями меняют вот это вот расположение множества возможностей относительно упорядочения вверх-вниз друг к другу. Меняют, да, то есть я своим действием меняю оценку того, какие события лучше, а какие хуже у тебя. А ты своими действиями меняешь у меня. Я прошу прощения у, так сказать, коллег из МСШ, которым это, понятно, на лекциях рассказывали, но я думаю, что вы тоже выиграете от того, что я немножко по-другому это все изложу и будете потом, может, студентам даже рассказывать. То есть, понимаете, да, теория игр — это такая штука, когда я своими действиями влияю на ваши выигрыши или проигрыши. Но она начинается с того, что я имплементировал всем функцию выигрыша. Я сказал, что вы так принимаете решение. Если появляется человек, который говорит, да мне на это плевать, я даже не знаю множество решений, я завтра посмотрю на него и выберу наобум, то этот человек не описуем, не описуем теории игр, он не может быть предсказан. И как бы все попытки заменить функцию выигрыша и вот этот рациональный подход на какие-то альтернативные, ну все, кроме вот единственной вот этой вот, то, что заканено над Тверским, идет, там пошла какая-то теория. Но в остальных случаях это просто болтовня. То есть закончилось тем, что порассуждали о том, что это может быть не так, он может принимать решение из других соображений. Честный ответ такой, мы не знаем из каких соображений в этом случае это принимает решение, и мы не можем спрогнозировать то, что произойдет, когда он будет вовлечен в то или иное взаимодействие. Это граница теории игр. Это такой третий посыл, который я хочу сделать. У теории игр абсолютно четкие границы применимости. И если ваша модель дает какую-то ахинею и абсурд, это значит, что люди, которым вы прописали, как они себя ведут, на самом деле ведут себя иначе. Вот это надо очень хорошо понимать. Вот у меня там есть некоторое количество таких семинаров, ну которые, ну типа корпоративные семинары приглашают, ну Сбербанк, например, да, знакомство с методами теории игр. А потом начинается завышенное ожидание. Алексей Владимирович, вот вам кейс. Что ваша теория игр в нем скажет? Ну я говорю, ну вот такое у нас вроде дерево, вот так вот, дерево возможностей, вот эти, может здесь так пойти, здесь так. Скажите, что здесь, что здесь, что здесь. А они говорят, а здесь мы не знаем, потому что здесь совершенно бешеная сотрудница правительства этого города, которая просто тупо угрожает. И я говорю, ну а если так, а что вы хотели от меня? Вы хотели, чтобы я сейчас пришел и не зная бешеной сотруднице сказал, что она будет делать? Вы этого ждали от математика, который пришел к вам разбираться с кейсом? Ну тогда простите. Понятно, да? То есть завышенное ожидание. Теория игр может человеку помочь что-то увидеть иногда. Вот я бы так сказал, вот очень надо скромно. Вот у нас есть там две серьезные истории успеха. Настоящие, вот действительно знаменитые. Это одна нога аукционы, вторая нога транспортное моделирование. За аукционы дали опять Нобелевскую премию в этом году. Это то, где мы сильны. Почему? Почему мы сильны в этих двух областях и гораздо слабее во всех остальных? В политике, например, все эти модели голосования, это полный трэш на самом деле. Все, кто им занимается, прекрасно это знают. То есть они как бы нащупывают, 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 но там реально как бы более интересно те данные, которые они собирают, чем те выводы, которые из их моделей идут. Вот, нет, это не означает, что этим не надо заниматься, но это заниматься надо всем. Это как бы, это, нет никакого такого вот узкого, да, национализма областей, как Вахштайн это называет, Витя. Есть как бы империализм областей научных и национализм научных областей. Империализм берет все чужие результаты и пытается их повернуть как свои, то есть как-то в своей конве их передоказать. Сказать, да, это действительно есть, это есть, это есть, а вот мы сейчас объясним почему. А националист говорит, что это вообще вот это все, это запретные вещи, этого не существует. Вот, но вот в теории игр как бы надо знать, вот, надо знать свое место и наше место таково, что у нас есть две большие истории успеха и нам есть чем гордиться. Эти истории успеха связаны с экономией там триллионов рублей, безусловно. Но это не означает, что мы войдем в любую область и там сходу что-то сделаем, ни в коем случае не означает. Ну, значит, про то, почему в аукционах и в транспортном моделировании. Потому что и там, и там мы действительно правильно понимаем, чего хотят пришедшие люди. Если человек пришел на аукцион, он хочет, в общем-то, получить вещь, в общем-то, за как можно меньше денег. Все, это точка. Это как бы, ну, это нормальная работающая модель сидящего в зале, там, ну, бизнесмена, который пытается за что-то бороться. В принципе, она нормальная. Поэтому, когда мы написали соответствующую математику, а наша модель, она работает нормально. То же самое с транспортом. Человек, выходя из дома и садясь на машину или идя к автобусу и трамваю, он хочет одного, в общем-то, он хочет одного. Он хочет попасть как можно скорее на работу. Да, можно обсуждать, что некоторые больше любят машины свои, готовы 20 минут дать лишнего времени, чтобы сидеть в машине. Некоторые как бы безразлично, некоторые вообще не любят машины, вот как-как. Я вообще, честно говоря, часто меня предлагают машину к подъезду, чтобы я подъехал, куда будут съемки. Я отказываюсь, потому что в машине не работает невозможно ничего, а я сел на МЦК, спокойно еду и, значит, в своем компьютере сижу и работаю. То есть, как бы есть разные люди, но усредненно вполне можно сказать, что все равно по модулю вот этих всех личных предпочтений, по крайней мере, верно, что если пробки выше, то вероятность каждому из этих людей сесть за машину ниже будет, если он узнает, что пробки выше. И выше будет вероятность сесть в автотранспорт, ой, в этот самый, в городской и общественный транспорт. И уже этого достаточно, чтобы модели очень хорошо работали. Вот это надо понимать. Теория игр не очень требовательна. Вот если чуть-чуть постулаты совпадают с тем, что на самом деле у нас будет хороший итог, хороший, значит, равновесие будет выявлять какие-то действительно способы рассуждения людей. Вот. Ну вот так. Теперь немножко о становлении теории игр, да? О становлении. Началось все в 1838 году, если не раньше. На самом деле, мой коллега Пацеми, Антон Афанасьев, по-моему, если я не ошибаюсь, он там разрыл какие-то статьи испанских экономистов чуть не 16-го или 17-го века, в общем, где было что-то вполне близкое к Адаму Смиту. Ну и, безусловно, какие-то теоретико-игровые там тоже наверняка были моменты. В общем, есть идея, что это и раньше было, но вот то, что точно это было в 1838 году, Курно анализировал рынок зерна. Вот смотрите, как он это делал, просто надо понимать, что происходит, да? Видно, да, здесь вот? Или в другом месте экрана лучше? Вот так нормально, да? Вот фермеры французские, они едут со своими, со своих полей, они едут продавать зерно. Вот, они едут на вот этот рынок, это рынок, где они будут его продавать. Дальше тут будет куча продавцов зерна. Ну и когда там урожай зерна, тут все завалено и цена очень низкая. Когда не урожай, зерна мало, она очень-очень-очень высокая. Вот, ну и, соответственно, что происходит? Вот я беру и думаю, сколько мне привезти. И в какой-то момент оказывается, что на самом деле, если я увеличу количество привезенного, то у меня упадет, даже может не только упасть как бы прибыль, но у меня упадет даже просто выручка. Ну пусть это зерно уже сделано, все, нулевые издержки. Но если я привезу больше, цена так сильно упадет, что мне уже как бы будет совсем невыгодно. Это все равно, что лучше было это зерно просто упрятать и сделать вид, что его гораздо меньше. Ну и он посчитал равновесные привезенные количества. Он, значит, Курно в 1838 году сформулировал понятие равновесия по Нэшу. Он сказал, то есть мы в будущем назовем его равновесием по Нэшу. Он сказал, привезенные количества таковые, Q1, Q2, Q3, там вот математика немножко начинается, да, что если я верю, что правильно угадал количество других, вот если я подослал парнишек своих, там каких-то крестьян, они пробежали и посмотрели сколько везут на рынок остальные в своих этих, значит, машинах, да, машинах, повозках. Вот. И я изучаю, вот мне нужно посмотреть, какая будет цена, она будет равна P, которая зависит вот от всех этих количеств. Ну там в самом простом виде эта цена просто зависит от суммарного привезенного количества зерна. И вот она падает, если становится очень много, да, но она как бы монотонно падает. Чем больше зерна, тем ниже цена за единицу, да. И я умножаю то, которое я привожу, вот это количество, на вот эту вот цену. И когда я меняю это вверх, цена падает вниз, но произведение, оно может, в принципе, и расти, и падать. И я нахожу точку, где оно как раз самое-самое большое. Вот это произведение. То есть я максимизирую вот эту функцию по вот этому параметру, вот, по параметру Q. Сколько я сам привез? Сколько я привез зерна? Чуть-чуть привез зерна. Тогда мало, ну, сколько бы высока ни была цена, я продал мало, да. Если очень много привез, цена очень низкая, тоже выручка маленькая. Где-то будет оптимум. Но этот оптимум зависит от вот этих. А каждый из них решает в точности такую же задачу со мной. Он говорит, так, у меня Q умножить на цену, которая зависит от вот этого, плюс мою, которое надо вот вы считать, плюс 2, плюс 3. Ну и вот как бы плюс 3, 4. То есть у него теперь Q вместо Q2, потому что он решает свою задачу. То есть каждый из нас решает свою. Ну и вот Курно взял и сформулировал понятие равновесия. Он говорит, что это такие наборы, вот такие 4, да, величины, количество здесь в этой повозке, в этой повозке, в этой и в этой. Что? Если я правильно угадал все остальные, то лично мне ничего не надо менять. Если я снижаю свою повозку, выкидываю из повозки что-то, прибыль снижается. Кладу еще в повозку, прибыль тоже снижается. И так для каждого из нас. Его назвали равновесием и уже тогда обратил внимание на то, что оно неэффективно с точки зрения их взаимодействия друг с другом. Если бы каждый из них позвонил другому и сказал, пацаны, так, соберемся перед рынком и решим вместе. На входе в рынок они все съезжаются, вычисляют функцию по предыдущим годам, как ведет себя цена в зависимости от зерна. И говорят, знаешь что, откладываем все по вот этому, вот это все откладываем и везем назад. Мы все выиграем от этого. И тогда в равновесии всегда будет у них такой стимул. Ну, при определенных довольно сложных аналитических предположениях на форму функциональной зависимости P от Q. Извините за эту длинную математическую фразу. Но, в общем, при определенных условиях можно доказать вполне строго, что они всегда переводят, они слишком много везут. Если бы они договорились, они бы везли меньше. Ну, как бы монополия придерживает... Ну, вот это вот все тогда было открыто. Эти все известные истины про монополию, поведение и так далее, что как только возникает конкуренция, они, значит, это зерно, его получается слишком много. Вот, это он, значит, 38-й год. Ну, дальше вкратце, значит, цермела-кун – это решение задач типа шахмат. Шахмат, шашек, там, игр всяких, детских игр настольных, где последовательно делаются ходы. И там можно посмотреть, ну, так, в идеале, в идеале можно просто посчитать во всех мыслимых финальных позициях, во всех мыслимых финальных позициях игры. Кто выиграл, кто проиграл, ну, или в более общем случае, какие кто выигрыши получил. И дальше вот смотреть на этого человека и говорить, так, вот здесь ему плохо, здесь плохо, а здесь хорошо. Значит, он идет так, и поэтому вот эту всю ветку мы можем заменить просто на результат того, что он пошел сюда. Результат не только для него, но и для остальных всех участников, потому что он таким образом повлиял на выигрыши всех остальных. Так сделать с каждой веточкой, вот так пообрезать их постепенно и, в конце концов, сформулировать, что же произойдет в начале. В частности, если компьютер когда-нибудь переберет 10 120 шахматных позиций с конца и к началу, то он нам ответит на вопрос, кто выигрывает при правильной игре, белые или черные. Белые начинают и выигрывают, черные начинают и выигрывают, в смысле, черные продолжают и выигрывают. Или ничья, независимо от того, кто ходит. Ну, как бы все подозревают, что ничья, конечно, но как бы никакого строгого доказательства пока нет, потому что число никаким компьютерам сегодняшним не поддается, и это как бы не очень понятно на данный момент, как это можно посчитать. Вот, значит, это что касается Цермела. Дальше нашумевшая модель хотеллинга – это конкуренция киосков мороженого. Грубо говоря, грубо говоря, у вас там такой длинный пляж в жару. Вот кто был в Судаке в сентябре, может это себе представить. Такой, значит, и там тела, 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 тела. И вот, значит, да, и, значит, есть две продавщицы мороженого, которые бегают с тележками и продают. Ну, цена фиксирована, но как бы чем больше продаж, тем больше у тебя самой навар будет. Поэтому они пытаются друг друга подсекать. Они как бы ездят и подсекают друг друга. Вот вроде пляж, ну, казалось бы, встань ты здесь, а ты здесь. Но вот эта хочет пододвинуться к этой, потому что эти все равно ее. Они никуда больше не денутся, больше нигде мороженого не купить. А этих она откусит. Раньше вот отсюда ходили сюда, отсюда сюда. Если она передвинулась, то теперь середина прошла здесь, и она заполучила вот эту часть как бы. Ну и что происходит в равновесии? Понятно, что они к центру, в центре пляжа обе попами друг к другу стоят и продают мороженое на разные стороны. Это и есть равновесие Нэши, совершенно неэффективное с точки зрения социума. Можно их, так сказать, одну из них оставить только. Она так же будет делать. Вот. Но это то, что происходит там, ну, вот по нашей модели, по крайней мере, теоретико-игровой, это должно происходить. Политики пытались это применить, говорить, что левые и правые партии, на самом деле они вот на ультра-электорат все равно рассчитывают и так, и сдвигаются к центризму, и часто отличаются только флагами. Но на самом деле это не так, и это там великий парадокс, вот non-convergence paradox, который пытаются как-то изучать. Но на мой взгляд, это тот случай, вот я сейчас честно скажу немножко, может быть даже мои коллеги из Московской школы экономики могут не согласиться со мной, но это, по-моему, epic fail. Здесь неприменима теория игр в принципе. Вот это такая ситуация, которая не теоретика игровая. Люди ходят голосовать не в силу этих причин, которые мы им приписываем. Вот это мое убеждение, как бы в этом, что поэтому там политические модели работают плохо, в отличие от транспортных. Потому что мы неправильно приписываем людям цели. Цели при подходе на, при подходе к урне и голосованию, они другие, а следовательно и у тех, кто конкурирует за голоса избирателей, тоже цели не укладываются в такую простую картину. Ну, в общем, там большая деятельность, попытки сделать эти модели более как бы реальными. Я не знаю, на какой сейчас это все этап вышло, но когда я за этим следил много лет назад, это было все на грани, ну так, баловства скорее я. Вот. Аукционы, я сказал. Аукционы, это действительно большой, большой прорыв. Теория игр позволила разработать совершенно неожиданные, неведомые до этого форматы. Аукцион второй цены стал общепризнанным там и в интернете, и много где, потому что у него есть потрясающие, восхитительные свойства устойчивости решения, которые в нем достигаются. Оказывается, что если при подведении итогов аукциона победившему, то есть хотящему купить за максимальную цену, вменить не его цену, которую он написал, а следующего по порядку, то это, это породит стимулы участников говорить ровно то, что они на самом деле по максимуму готовы заплатить. Это потрясающий, великий результат, который был в Нобелевской премии. Вот. Ну дальше там Майерсон надел кучу всего еще в аукционах, там, надоказывал с этих теорем про эквивалентность форматов, аукцион оптимальный с барьером входа, ну и кончилось тем, что в 99-м году он организовал аукцион по продаже воздуха, что называется, да, то есть частот. В 99-м году он организовал самый, типа, великий аукцион вообще на свете. Диапазон частот мобильного спектра продал на аукционе, организовал аукцион, при котором, значит, суммарно государство выручило 600 с лишним фунтов стерлинга на одного британца. То есть такая, ну, сумма, которую просто невозможно вообразить. Вот это было за одну сделку. И, значит, это, так сказать, показало миру, в каком-то смысле теории игр показало миру, что она все-таки на что-то способна. Ну, дальше была некая довольно спорная, тем не менее, теория ядерного сдерживания, якобы там Томас Сатти разработал, ну, в принципе, вполне в кооперации с, значит, с нашей стороны тоже с нашими телеско-игровиками, была какая-то модель ядерного сдерживания, которая якобы предотвратила третью мировую и вообще конец всего. Но это скорее мы льстим себе. А вот с аукционами, ну, и с транспортом это не лезть. Это правда. Я вижу вопрос от Артура. Каркасон, кстати, очень хорошее замечание. Каркасон – это великая телеско-игровая игрушка, в которой вот нет понятия, что ты гениально играешь, потому что это зависит от того, принимают ли остальные как бы тебя вот в компании. В общем, гениальная игра в Каркасон – это что-то, что не определено вообще по смыслу. То есть, например, вот Мишка, мой сын, старший, он гениально у всех отжимает поля. Это невозможно забрать у него ни одно поле. Но в результате это получается, что с ним какое-то время с ним никто не хотел копироваться по городам, потому что все знали, что все поля будут его. Ну и он там начал по-другому, чуть-чуть себя вести. То есть, нет понятия гениальной игры в Каркасон. Тут очень много всего переплетено, возможность договариваться, значит, о чем-то, уговаривать других игроков делать ходы, которые выгодны тебе, когда им не нужно ничего и т.д. Это очень интересная игровая игра. Артур, можно ли с помощью теории игр учесть возможность появления ультрапартий в случае сдвига к центризму? Ага! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хороший вопрос, но это скорее к политологам, вероятно, ответ «да». Но дело в том, что возможность как таковая, она всегда есть, а вот как предсказать, что действительно это вот что такое партия, да? Вот смотрите, мы сейчас пытаемся в каком-то смысле создать партию. Вот в каком-то смысле. Я сейчас вот это все моя движуха против там обязательного принудительного всеобщего онлайн-образования веду борьбу с ним, да? В Москве я знаю, что за мной миллионы людей, но это маленькие группки, каждая в своем районе собирает какие-то подписи, понимаете, да? Разделяю и властвую. Вот в какой момент может возникнуть ситуация, что партия будет? Много народа и одно, один центр. Вот это мы не знаем, это честно просто, надо признать, это мы не понимаем вот этого момента. Поэтому предсказать возможность мы можем, но никак, это, ну, да, никак сказать, что вот в этот момент наиболее вероятно это мы не умеем делать. Так, вот этот мы вынуждены пропустить, потому что у нас нету оффлайна, я не вижу здесь людей, которые там, с той стороны экрана, должен быть вот этот зал, огромный, поточный, утеров из теха, полный народу, и мы бы сейчас сыграли в такую игру. Каждый бы взял бумажку и написал число, целое, неотрицательное, вот, из этого ряда, да? чисел, любое, и выиграл бы тот, чье число было бы а, уникальным, б, наименьшим среди таковых, то есть уникальных. Математика для гуманитариев, но опять же, я с собой ее не взял, я же не смогу ее бросить через экран и подарить. То есть, книга математика для гуманитариев, но она потом появится, там очень прикольная история, там будет, когда мы поговорим немножко серьезно, потом мы поговорим несерьезно, я расскажу про теорию игр в моей жизни. Ну и вот мы играем в такую игру, и я эту книгу, соответственно, кому-то одному, единственному, кто победил, никогда не было, чтобы никто не победил. Вот смотрите, по идее, вполне возможно, что половина называет ноль, а половина называет один, и больше никто ничего не называет. Но ни разу в жизни, вопрос, кстати, к психологам, никогда такой ситуации не было, всегда находится кто-то, кто пишет, например, число, состоящее из шести цифр, или семи, миллион с лишним, что-то такое. Всегда есть люди, которые уникально называют числа. Но прикол еще в чем? Выигрывают не они, выигрывают на самом деле обычно число, например, два, которое почему-то никем больше не названо. То есть, огромное количество народу, а выиграло число два. В этом какие-то парадоксы психические нашего мышления, и это к Татьяне Владимировне, это не к нам, мы это не умеем. Мы только можем сказать, какие здесь равновесия Нэша, то есть, ситуации, которые останутся стабильными, даже если их продиктовать всем игрокам. Вот я говорю, ты будешь ходить так, ты будешь ходить так, ты будешь ходить так. И вслух прям говорю, и все так смотрят, думают, ну ладно, можно, все равно лучше ничего я не достигну, если остальные будут так ходить, так ходить, как ты сказал, то я тоже ничего не достигну, поэтому согласен, буду ходить так, да, это называть равновесие Нэша. Ну вот числа побеждают, да-да-да, в районе 2-3, ну, короче, на самом деле, это игра Лимба, она разыгрывалась на шведском телевидении, пока банда умников не хакнула ее, где-то 100 шведов стали, значит, подряд все числа написать от 0 до 99, и каждый год кто-то из них выигрывал, потому что, вот сила этого психологического странного эффекта, что пустоты остаются всегда, вот при спонтанном разыгрывании, даже с очень большим числом участников остаются какие-то пустоты, ну и вот он всегда в одну из пустот лизал вот этот умник, а они потом делили выигрыш, ну и игру прекратили проводить. Но это психология, это уже психология, это не теория игр, теория игр, мы можем сказать, что равновесием является любая комбинация, в которой первые там 0, 1, 2 и сколько-то заняты по многу раз, не по одному, потом одиночные, потом какие угодно. Ну, это я сейчас не буду, я пропущу этот момент. Вот, теперь я хочу повеселить всех. Вот, сейчас я чуть-чуть всех повеселю, а дальше я всех немножко, ну, грохну некими математическими рассуждениями, связанными с эпидемией. Вот договорились, да? То есть сейчас повеселю, потом грохну. Нормально? Серия личных жизненных наблюдений. Как теория игр мне помогала в той или иной ситуации? Это самолет. Ну, я просто, на самом деле, до начала коронавируса я выступал, ну, в общем, последние 6 или 7 лет я провел тысячу выездных лекций. Приблизительно в 300 городах России. Городах и селах. Иногда я в сельских школах выступал. Это не то, чтобы безумно много, если вы поделите, как бы, на год, приходится вполне разумное количество, но половину жизни я, безусловно, тратил на просто перемещение. Побывал во всех регионах России, кроме 6. Ингушетия, Ненецкая, это сам Ненецкий округ, Нарьянмар, который... Ну, и 4 дальневосточных. Сахалин, Камчатка, Якутия и Чукотка еще не был. Цель есть проехать всю Россию, но это к пенсии уже, то есть на Дальний Восток в ближайшее время я не выберусь. Ну, а Ингушетию без проблем, конечно, там. Давно уже зовут, собственно, бывший президент Зязиков, он меня лично приглашает туда, и вопрос только в том, что начался коронавирус. Вот. Ну, а Нарьянмар, да, это тоже вопрос, там, как бы, некий техники, нужно найти там хоть какую-нибудь математическую школу, хоть чуть-чуть. Но, по крайней мере, да, я был там в половине наших городов из 1100 с лишним и почти во всех регионах, и у меня постоянно, значит, разные казусы, истории из жизни, вот из самолетов, из поездов происходят. Вот. Ну, вот сейчас некоторое количество таких историй. Но начну я с похищения книги. Вот книга, вот она, «Математика для гуманитариев». Книга бесплатно скачивается на моем сайте в интернете, так что не переживайте, что я не могу вам ее передать. Вот здесь очень много всего. Здесь книга, здесь 100 уроков математики, которые... Моя программа... Ну, это отдельное выступление нужно было делать про 100 уроков математики. Мой ответ «Министерство образования Российской Федерации» называется. Но это как бы отдельно. А вот эта вот как бы книга там лежит для бесплатного скачивания. Так что скачивайте и читайте. Вот. А теперь про похищения. Ну, на самом деле, она в бумажном, в варианте расходится очень быстро. И вот эта вот там идея какая-то такая вот... Есть такая скупердяйская идея, что если книгу можно скачать, то ее никто не покупает. Это бред. Наоборот, очень много народу про нее узнает и покупает гораздо больше. На данный момент около 25 тысяч продано. И еще вот только что звонил Александр Иосифович, наш издатель, и говорит, Алексей, еще 1600 надо покупать. То есть, то, что она лежит бесплатно в интернете, совершенно не препятствует тому, что ее прекрасно покупают. За что я нашим соотечественникам страшно благодарен. Вот. То есть, нас вполне себе поддерживают. Ну, и вот, постоянно приходится ее перевозить туда-сюда. И вот, соответственно, я везу, мне нужно перевезти огромное количество книг. Там некая организация, человек с машиной мне помогает, я сам не рулю. И он приезжает в 6 утра, мы едем в 7 утра в школу, где они лежат. Короче, там пересменка. Один охранник ушел раньше, чем пришел другой. И все закрыто. Ну, хорошо, ладно, говорю я. Ничего страшного. Сейчас разберемся. В общем, влезаю, короче, через окно и все книги мы нашел. Дальше. Этот водитель, у него глаза на лупь лезут. Он, значит, из Смоленска приехал там некий ролик записать. Он ЕГЭшный репетитор. У него там была история, как он был обижен местным комитетом ЕГЭ, хотя был совершенно прав. И добился своего за 2 месяца. Я позвал его на свой канал, чтобы у детей был опыт успеха, что можно победить. Любую систему можно победить. И я вызвал, значит, его на канал. Он про это все рассказал. Заодно мне помог эти книги перекинуть. Ну, и вот он говорит, да ты что творишь-то? Это же уголовщина просто натуральная. Ну, там, я не знаю, ты что делаешь. Я говорю, нет, смотри. Чтобы это стало уголовщиной, что должно произойти? Думай. А вот вы тоже думаете. Вот почему я не очень боялся, на самом деле. А нам ждать было нельзя, потому что дальше пробка, и все, у нас план здесь рушился. Если после 7 утра из Москвы, в Москве начинать двигаться, то все. Нет, не могли увидеть, ну, там, допустим, не могли, да. Но он же потом пришел, да, он увидел, что книг нет. Следы, наверное, какие-нибудь разглядел даже. Ну, по крайней мере, точно видно, что кто-то, ну, только что книги были, а их книг нет. Так, отлично. Заявление пострадавшего, это близко. Должен кто-то обвинить, совершенно верно. Должен кто-то обвинить. Почему никто не напишет заявление? Ну, кто-то залез, он же не только мои книги мог украшать, это же не обязательно был я. Это же неизвестно, да? Почему никто не напишет заявление? Нет, нет, глубже, ребят, глубже. Вот теория игр, давайте думать глубже. Правильно. Нарушен режим охраны. Кто может записать заявление? Только охранник. Но тогда его уволят, потому что он не был на своем месте. Понятно, да? Так я теоретический игровик, я понимаю, что его поведение какое? Он придет, обнаружит, блин, но он не идиот сам себя сдавать. То же самое, кстати, с Евгением Шварцем. Когда Евгений Шварц опубликовал Дракона, да, все говорили, ну все, завтра его расстреляют, потому что кто-нибудь капнет Сталина, что он написал книгу про него. Но человек, который озвучит, надо понимать, да, эту эпоху, Татьяна Владимировна, наверное, не даст соврать, человек, который бы это озвучил, был бы расстрелян первый, а потом уже Шварц. Ну вот что-то такое. Ну все, кто вот из Советского Союза родом, все, наверное, это понимают. Человек не будет в этой ситуации, он не идиот, он не будет это делать, он сам спалится, да? Поэтому охранник, конечно, никому ничего не сказал. Мы потом встретились, пожали друг другу руку и подмигнули. Ну вот да, я как бы только думал, что вот есть только из-за глупости, но не, ну все-таки настолько глупо, что в этой ситуации охранник сказал, что вот когда я не был на посту, а должен был быть, пропали книги, нет, ну таких, наверное, не бывает. И действительно все было хорошо. Идем дальше. Вот отличная зарисовка из жизни, которая, правда, не осуществилась в результате. Я не могу, не мог себе наступить на горло, я мог получить вот этот вот пустующий, как бы, участок. Ну вот, короче, это море, это море, это священный Байкал. То, что написано слово «занят», это наша дача. У меня жена с тех краев, там наша дача. Перед дачей, перед морем пустует участок, он продается, там владелец был алкоголик. И он все время пытался очень дорого продать этот участок. Ему все время пытались объяснить, что он должен цену, ну там, по крайней мере, в полтора раза опустить. И тогда начнется разговор, но он был уверен, что это очень, ну, очень классное, такое дорогое место, да, очень здорово было бы вот именно за эту сумму. Ну и он пустовал. И вот как бы потом все-таки пошли по участку слухи, по участкам слухи, что он готов продать гораздо дешевле, если будет реальный покупатель с деньгами. Ну и мы, значит, сели с женой и смотрим на море и говорим, ну все, через год здесь будет стройка. Спокойная жизнь закончена. Через год тут будет стройка, здесь будут машины, хотя машин там настоящих не может быть, там только по морю можно добраться, там это большие коты, так называемое село, очень классное там, поселок биологов. Туда почти нельзя доехать, только на самых джиперах. Ну вот, а потом я говорю, вот если бы я был сволочь, я бы сейчас сделал так, что он не продаст ничего. вот, но не сделал, я только вот знал, как сделать, но не сделал, не сделал этого. Вот как можно было бы сделать, не нарушая никаких законов и не идя на прямой черный пиар? Какие идеи? Вот эта теория игр, это на самом деле очень такая, это вдохновенная штука. Зачем она нужна Сбербанку, например? У нас 9 семинаров было по теории игр. Я не могу их кейсов решать, нет. Но она открывает им, как бы возможности для интеллектуального такого вот шире роста. Вот они видят те опции, которые до этого они увидеть не могли. Вот зачем на самом деле вот эта теория игр нужна? Ну попробуйте подумать, вот что здесь можно сделать вне всякого нарушения. Конечно. Конечно, вот, экономисты. Ты звонишь или любой твой друг звонит и говорит, отличный участок, сколько стоит? Полтора миллиона, как круто! Так дешево! Слушай, сейчас я пошел собирать, я пошел собирать. А потом через месяц еще один твой друг звонит, говорит, сколько там? А он уже продает. Как продан? А за сколько, если не секрет? Полтора миллиона, блин! Ах, я бы купил, да? И дальше можно еще много лет вот этой фигней страдать. Он будет там тянуть, будешь уверен, а нам-то не нужен участок, нам нужно, чтобы там никто не строился. Понятно, да? У нас свои цели. Ну я не сволочь, блин! Я не смог так поступить. Однако Господь воздал, потому что, когда он умер от алкоголизма, его родственники первыми позвонили нам и предложили за нормальную цену. Так что теперь картинка совершенно другая, это уже наш участок. Вот. Как это? Да, все-таки, как это, да. Бывает так, что воздается добрые дела. Ну, обычно, конечно, по-другому бывает. Доброе дело сделал, и безнаказанным оно не остается, да? Но, как бы, когда с Господом Богом, то это совсем по-другому. Это с чиновниками, с живыми людьми, может быть, наоборот. Ну ладно, идем дальше. Это да, есть. Но есть всякие приколы, связанные с поездами. Ну, вот коротко, чтобы не сильно долго времени занимать. Я, выступая в Великом Новгороде, возвращаясь в Москву. Схема такая. Вот Санкт-Петербург, вот Москва, и вот Новгород, The Great. А вот Нижний Новгород, а вот Владимир. И вот я еду в Москву, но зачем-то беру билет, точнее прошу людей, которые меня сюда позвали, взять билет до Владимира. Ну, как бы, без проблем, там цена совершенно одинаковая, разница чуть не 70, там какие-то 70 рублей разница. Ну, совсем там это все по зонам идет. Ну, типа погулять во Владимире, не знаю, я никак не объясняю, просто прошел взять до Владимира. Вопрос, что я на самом деле собираюсь делать? Я собираюсь выходить в Москве. Если я собираюсь выходить в Москве, зачем я беру билет до Владимира? Прошу мне взять билет до Владимира. Зачем? Какая может быть в этом цель? Кто попробует угадать? Опять же, подсказка. Не-нет, одному не получится. Все билеты в одном, все в одном. Подсказка, что это связано с некоторыми действиями других людей, которые мною ожидаемы. И взяв билет в другое место, я ожидаю других действий. О, все! А Александр Ровас откуда? Все. Все правильно. Чтобы проводница не будила Нехмат МГУ. Ну, конечно, чтобы она не будила. Но, блин, я до этого сколько раз ездил, я говорю, я приеду, мне нужно будет выходить в Екатеринбурге в 7 утра по местному времени. Это 5 утра по Москве. Мне бы очень не хотелось вставать сильно задолго до этого. Я, как солдат, встал и тут же вышел. Пожалуйста, не будите меня. Вы будете всех будить? Не надо меня будить. О, нет, я не имею права. Меня уволят, если вы не выйдете. Я вас буду будить за полтора часа. Та же самая песня здесь. Попробую, говори. Ничего не получается. Поэтому берешь билет до Владимира, и она тебя не будет. Она будет тех, кто в Москве выходит. Ты спишь в 5.25 будильник, в 5.30 вышел, пошел с рюкзаком домой. Все. Он говорит, а куда же вы? И я решил погулять в Москве, в Москве, столице, родине нашей. Ну, понятно, да, короче? То есть, как бы, ты этот вариант, если ты не теоретический игровик, ты не можешь этот вариант, ну, по идее, представить, да, что он есть. Что ты можешь изменить ее поведение. Что ты, что она тебя будет, изменить тем, что берешь билет дальше, и автоматом она тебя не будет. Это такое типичное поведение теоретического игровика. Вот. Идем дальше. Так, ну, ладно, еще одна история про купе, но я сразу просто скажу. Из-за того, что верхние купе, ну, некоторое время назад, да и сейчас тоже, значительно дешевле нижних, сейчас ситуация такая, что часто много нижних пустует, а верхние все проданы, или почти все. И я прошу взять мне верхнее купе, а еду на двух сразу. Понятно, да? То есть, беря верхнее, ты получаешь целый отсек, как кабинет. Нижнее, ты работаешь на компьютере, пошел туда, и это самое. Вот. Вот такие вот опыты. Да, ну, вот опыт перелетов. Если я вижу, что самолет будет полупустой, что я делаю? Я бронирую центральное место. Б или Е. Возьмите на заметку, ни один не будет бронировать рядом с идиотом, который забронировал центр. Понятно, да? Что в результате? Плацкарт весь ваш. И спите спокойно. Это так, ноу-хау всякие. Терестки игровые ноу-хау. Так, но это если он полупустой. Если он не полупустой, ничего не выйдет. Сейчас еще после коронавируса бывает, что они через один сажают, но не всегда. У новосипа сегодня тело полностью забитое. И из Барнаула тоже, совершенно, не через один. Так, вот тоже гениальное из моей жизни. Света и Юра сидят, ужинают. Света съела макароны, Юра как-то там копается, копается. Она говорит, ну что, может ты уже не хочешь больше их есть? Ну, я еще подумаю, может хочу, может не хочу. Что делает Света? Берет торт и ставит на стол. Что делает четырехлетний Юра? Он тут же бросает вермишель и говорит, мама, тортик, я хочу тортик, да? А вермишель будешь? Не, не буду. О, давай сюда, вермишель. Понятно, да? То есть вот дочь Терестика игровика. Она все это просчитала, да, что если она поставит на стол торт, то он переключится на торт, а значит она возьмет его и вермишель. Страшные люди, да? Страшные люди. Так, сейчас, знаете, вот я сейчас, наверное, там много всего еще. Вот эта презентация является презентацией свободного распространения. Оставим, вывесите и у себя, и у себя в свободном доступе в интернете и досмотрите там еще вот прикол, вот чисто Терестико игровая ситуация в Гоголе. Вот, вот это вот, игроки. Есть некие там про политику какие-то соображения. Вот, а, ну вот это да, это Татьяна Владимировна хорошо знает вот эту загадку, безусловно. Ну, в общем, не буду, как это, многие питерские коллеги, наверное, для них это все еще большая, более обида, но, короче, понятно, да, про какой университет идет речь. Вот, так что пропускаем это, все знают. Ну, вот про драконы я уже говорил. То есть там чисто, вот это опять, это чисто теоретика игровой, что именно надо кому-то, кто вот что-то делает, да, что на самом деле этим людям надо. Но потом, правда, все вообще по-другому поехало, как-то непредсказуемо, то есть коллеги именно вот эту схему из этого университета мне объясняли, но я и так, я и так, я сразу сказал, что, наверное, из-за этого, ну, конечно, это из-за этого. Но потом что-то все пошло не так, я даже не знаю, что сейчас там происходит. Вот, очень прикольное транспортное моделирование, этим я, наверное, завершу вот эту часть, которая до вопросов. Очень прикольно. Вот здесь карта восточного округа Москвы. Я вырос, ну, вот, если бы была указка, короче, там такой вот, выделяется такой маленький райончик, в лес снизу, в зеленый огромный лес, верхний лес, называется метрогородок. Я в нем вырос, сейчас мои мамы и папы до сих пор там живут. Там, значит, в 90-х годах была такая ситуация, что вот Щелковское шоссе вокруг вот этого леса, снизу, та-да-да-да-да, и потом наверх на ВДНХ. Очень большой крюк. И раньше не было дороги, соединяющей Щелковское и метрогородок. Точнее, она была, но совершенно раздолбанной, не асфальтовой. И из метрогородка на ВДНХ было очень легко попасть быстро по лесной дороге буквально за 10-15 минут. Потом открыли новую дорогу, соединяющую Щелковское шоссе с метрогородком, ее починили, сделали асфальтовой и запустили. По щелчку едет огромное количество машин. Дальше экономисты знают, да, что произошло. Эти машины частично пошли вот туда, через лес по этой узкой, и тут же всю ее запрудили пробкой. И равновесие, транспортное равновесие состоит в том, что время перемещения по любому доступному пути должно быть одинаковым. Ну, понятно, если пробка меньше, то все пытаются пойти туда, и это автоматом пробку возрастает. Если пробка больше, то люди видят, и как бы наоборот по старому пути едут, пробка уменьшается. То есть в равновесии пробка ровно такая, чтобы всем было одинаково, ровно тот самый час, который добирались, так и будут добираться. Только кроме нас, в метр-городке, те, кто жили, в результате этой асфальтовой дороги очень сильно проиграли, потому что до этого у них была пустая дорога на ВДНХ, а теперь она забита пробкой. Вот это называется, это называется, это называется парадокс Брайса. И есть там какие-то, есть куча примеров в разных местах. Это всегда недолго, это некоторое время происходит, потом там какие-то принимаются решения сильные, или по-другому социальная реальность уже как бы, допустим, меняется. Но это такой типичный эффект, что все не очевидно в теории игр. Понимаете, если смотреть на это с точки зрения теории игр, все становится неочевидным. Какие-то вроде, ну вроде ясно, что если вы построили дорогу, значит должно стать лучше. Вот неправда это, да, это не обязательно так. На основании этого Юрий Евгеньевич Нестеров придумал супер, супер совершенно, как бы кейс, да. Но эта ситуация, она модельная, но ее вполне несложно представить. Парадокс Брайса наоборот называется. Но вот за такие вещи он там и за это, и за много чего другого получил высшую награду в европейской науке, это фремию Данцига по, ну в смысле по математическому программированию. Вот. За транспортные модели, там за модель, как моделировать там функцию заполненности дороги и так далее, в зависимости от время доставки, в зависимости от количества машин. Вот. Так вот. Имеем пункты А и Б и посередине пункт С. И к северу и к югу от пункта С, либо горы, либо озера, не проехать. В общем все дороги из А и Б должны вести через пункт С. И устроили две объездных, одна из А вот в С, и другая из С в Б, видите, да, на схеме. Объездная на 20 минут дольше, в два раза дольше. То есть тут 20 минут, тут 40. Здесь тоже 20, здесь 40. И целиком весь поток из А в Б по прямой не может проехать, это слишком узко. Поэтому в равновесии понятно, что будет. Будет 4 вида машин, на каждом из двух сегментов будет половина, ну там какое-то количество ехать по свободной, но длинной дороге, и какое-то количество ехать по короткой, но загруженной, ровно такое, чтобы здесь и здесь было одинаковое время, то есть 40 минут, потому что с севера только 70 минут. Поэтому в транспортном равновесии здесь предсказывается 20-ти минутная пробка, в среднем она будет всегда 20-ти минутной пробкой. И тут, и там. И перед центральным пунктом, и перед пунктом Б. А теперь внимание. Итак, у нас есть, как бы, все участники движения делятся на 4 категории. Такие, такие, такие и такие. Все затрачивают час 20. Приходит Юрий Евгеньевич Нестеров и ставит знак запрета на движение вперед через пункт С. То есть, если ты приехал из пункта по прямой дороге, изволь ехать только по окружной. Если приехал по окружной, пожалуйста, хоть по прямой, хоть по окружной. Ваш выбор. В новом транспортном равновесии поток делится ровно на две части. Половина в начале здесь, потом здесь. И половина в начале так, а потом так. Половину эта узкая дорога уже выдерживает. И никаких пробок нет нигде. И поголовно каждый участник дорожного движения экономит 20 минут на этом одном запрещающем знаке. Вот это, по-моему, абсолютно гениально. Просто, то есть, это полный восторг. Ну вот, на самом деле, более-менее на этом я и хочу завершить. Я хотел рассказать еще, почему неправильно работает модель СИР распространения эпидемии. Ну, давайте я скажу так. Это связано с тем, что она не учитывает самостоятельные решения людей. Там просто есть некий процент из-за болевших. Ну, как бы, модель какая? Процент активно болевших перемножается на процент тех, кто еще не переболел. Вот эти уже все. Эти еще готовы заразиться. Это активно болеющие, болеющие в данный момент. И вот скорость пропорциональна произведению СИГМА и ТАУ. И дальше пишется некое, ну, там, уравнение динамическое, которое, дифференциальное уравнение изменения этих двух параметров. Ну, и получается стандартная модель, там, типа, этой самой, логистической кривой, что-то типа того. Но, дело в том, что когда начинают водиться те или иные, там, накладываться, там, какие-то карантинные меры и так далее, у самих людей появляется собственная переменная. Это процент участия, как бы, в жизни, в жизни оффлайн. То есть процент оффлайн. Вот сколько он реально, вообще он ничего не менял, как я. Или он стал там меньше ездить, либо он вообще спрятался целиком и, значит, или, например, ходит, но только в таком абсолютно непроницаемом, да? Ну, знаете, бывают намордники с этими, со свиным, вот этим, как это, я их называю, ну, поросята, да? Вот в метро ездят, у них вот этот вот нос торчит, такой вот, как это, пятачок. Я прошу прощения, я сразу прошу прощения у всех, кто именно так и делает, кто сейчас присутствует. Простите мне, я вот постоянно этим стёбом не могу, не могу прекратить заниматься. Извините, я не хотел, на самом деле, никого обидеть. Но вот, понятно, в такой маске заразиться, и, соответственно, как бы вы попадаете, просто выпадаете из этих, то есть, на самом деле, вот здесь появляется процент принявших такое решение сознательно. Но сознательно принятое решение, это результат максимизации некой функции выигрыша, да? То есть, если x это процент вашего участия, то функция вашего удовольствия жизни, грубо говоря, она по этому x растёт. Чем больше вы нормально участвуете, тем вам лучше. Но, есть вероятность заболеть, и тогда вы получаете некую, вот, некоторую, как бы, некоторую потерю, которая от вашего типа зависит. Вот это вот ваш тип, это насколько сильно вы будете болеть. Ну, вы можете его предсказывать, да? Человек, который там занимается спортом много и, в общем-то, ну, как бы особых серьёзных болезней не имеет, ну, как бы совершенно игнорирует эту угрозу. Например, я полностью, ну, прекрасно понимал, что переболею обычно, как обычным гриппом, и всё, что и произошло. Но там кто-то может понимать, что у него последствия будут более серьёзные, и он тогда, да, запрётся, он тогда, как бы, не будет участвовать в жизни социума. Он совершенно правильно, на самом деле, сделает, совершенно правильно поступит. То есть, здесь, как бы, если мы смотрим, да, население просто разное, разное. Ну, и вот человек, вот это вот, на вероятность, да, вот это вот x, она влияет на вероятность заразиться. Как раз по формуле, примерно, по заимствованной из этой модели. И каждый выбирает для себя то x, которое в результате вот это максимизирует. А это влияет на сигма и тау, в свою очередь. И результирующая модель, она очень сложная. Я пока не понимаю, как здесь написать хорошее правильное уравнение. Я думаю, что, например, с этим вполне справится Антон Беляков, сидящий здесь, который получил когда-то 5 с плюсом за модели, ну, похожего вида, который он писал в Рэшке под моим руководством. Вот. Так что вот, коллеги из Московской школы экономики, я предлагаю вам сделать теоретическую игровую модель СИР. Я уже Даньке Мусатову предлагал, но он очень занят сейчас. Я сам тоже не могу этим заниматься. Я могу только вот подкинуть эту идею. Мне кажется, она очень плодотворна. И на этом я, пожалуй, и завершу. Вот литература, которую я могу порекомендовать. Захаров это, значит, скорее для, ну, так, как более профессионала в этом деле. Колесник тоже серьезная книга. А вот следующие две, они такие. Они как раз первые две для, как бы, профи уровень, следующие две для знакомительного, пятая это тоже профи, шестая это сверхпрофи, это для Мехмата. Седьмая очень веселая книга Кена Бинмара. Чрезвычайно веселая, с картинками из «Алиса в стороне чудес», но на самом деле не очень простая. То есть так, как бы, она может быть не такая сложная, например, как Колесник, но она, безусловно, сложнее, чем Диксит и Нейлбов. Вот. Ну вот, а еще, конечно, я приглашаю всех на свой курс по теории игр. Вот, так сказать, увидите эту ссылку, посмотрите ее, потом презентация останется у вас. Ну и перехожу к саморекламе, естественно, да, я каждого из вас приглашаю подписаться на канал Маткульт.Привет! Канал, где все на свете, всякая всячина вокруг математики. Канал, где серьезные ролики не прерываются никакой рекламой, а рекламные идут совершенно отдельно, называется «Честный рекламный ролик», такая рубрика. Конечно, большинство бизнеса, когда узнает, что у нас такая политика, от нас отворачивается. Ну, мы говорим, то есть вы как бы отвернулись, вы ожидали, что вы будете впаривать ваш товар людям, которые смотрят математический ролик. Ну, то есть вы будете мешать им, вы хотите заплатить мне деньги за то, что вы будете мешать моим подписчикам. Но я люблю своих подписчиков, и я против этого, я вам это не разрешаю. Ну и там часто обиженно уходят, типа другие, мол, блогеры не любят своих подписчиков. Ну ладно, пойдем другим блогерам, идите. Пофиг. Но некоторые остаются и согласяются на вот такие честные рекламные ролики. Ну, как бы, конечно, честные можно не смотреть. Их гораздо меньше народу смотрит, естественно, чем настоящий контент. Так что я вас приглашаю. Вас не будет парить реклама. Там только предложалка может быть справа, типа следующее видео будет таким-то или таким-то. Вот. Там серьезная математика самого разного уровня. И у нас, так сказать, мы существуем за счет Патреона, за счет наших добровольных участников в этой движухе, которые подписываются на ежемесячный перевод просто некоторые суммы. И все, кому канал понравится, у кого есть какие-то лишние деньги, которые он готов пустить на развитие канала, я всех приглашаю. Но это совершенно не обязательно. Можно просто так бесплатно заходить и смотреть. Это все должно остаться на века. И, как бы, ну, так сказать, если все разрушится и ничего не будет, то, по крайней мере, эти ролики, они останутся. Вот. Канадак, YouTube, сайт. Ну и вот последнее. Особо приглашаю. Это не мой канал, это мои коллеги. Они получили президентский грант на развитие моих уроков математики. Там была гениальная фраза. Видимо, кого-то тронуло в президентской администрации, когда грант давали. Фраза была следующая. Учитывая ограниченные возможности Алексея Саватеева преподавать в каждой школе Российской Федерации, мы выбрали онлайн-формат для его роликов. 100 тысяч школ, да? Ограниченные возможности Алексея Владимировича попасть в каждую из 100 тысяч школ России. Да, действительно, весьма ограниченные. Вот. Ну, в общем, дали денег. Они вот развили эти уроки с конспектами, с задачами. Но вот, к сожалению, как бы дали не очень много, но все равно спасибо. За все спасибо. Всем спасибо, кто нам помогает. Столько, кто может, столько и помогает. Вот президент тоже, президентский, значит, фонд президентских грантов тоже частично помог. Там в шикарном качестве первые 20 уроков. Вашим всем детям предлагается, вам самим, для повышения образования. Уроки сложные, сразу предупреждаю. Но там конспекты и упражнения есть. Вот так. Инстаграм есть, фейсбук, но это друзья в основном ведут. Вот. Вот так. Большая у нас империя очень. Мы постоянно этим занимаемся. Это, в общем, дело нашей жизни, дело моей жизни, безусловно. Это просвещение настоящее, как я его понимаю. То есть без подачи чего-то на тарелке с голубой каемкой, как каких-то истин, которые якобы в науке, значит, установлены уже, а объяснение, что именно вот в этой теореме утверждается и почему она верна. То есть доказательство. То есть постоянное интенсивное насилие над вашим головным мозгом. Вот что вас ждет на всех моих ресурсах. Вот теперь точно завершаю. Спасибо большое. Жду вопросов. Спасибо.